Сельско-хозяйственный сезон во Владивостоке можно считать открытым. Уже сейчас на прилавках магазинов и рынков можно увидеть различные овощи. В качестве анализа цен были выбраны овощной рынок, сеть популярных гипермаркетов и один из торговых центров Владивостока. У нас есть еще и домашние овощи, например, зелень. Зелень все это домашнее, это Осеневский район. Это очень вкусные, хорошие и сочные, самые свежие зелень. Зелень, которая у нас редисточка парниковая, укропчик, лучок. А вот картошечка молодая у нас тоже свое. Картошечка есть старая, тоже свое. Вот еще и есть фрукты. Это фрукты, например, груша, это у нас аргентинская груша, а яблоки крымские. Покупатели довольны, берут хорошо. Самый сезон пошел у нас огурцы. Огурцы грунтовые, сорт Хабар, дальневосточный. Это вообще, хоть было 550, они берут, хоть 500, хоть 400, хоть 300. Берут вообще хорошо, да. Эти огурчики самые вкусные. Самая дешевая стоимость картофеля составляет 22 рубля за килограмм. Эту цену можно встретить в сети гипермаркетов. Причем привозной картофель встречается на полках магазинов чаще и стоит несколько раз дороже. Так, в торговом центре приморский картофель стоит 55 рублей за килограмм, а пакистанский – 120. Сорт овощей тоже влияет на ценовую политику. Например, производство урожая Приморья представляет два сорта томатов, где стоимость помидоров красный-коктейльный составляет 360 рублей, а розовый сливовидный – 330. На рынке помидоры из Партизанска стоят 130 рублей, местный – 150. Тем временем, как в гипермаркетах, томаты, выращенные в Китае, можно встретить и за 250. Цена везде. Даже на Хадинскую базу, на Рохок, там тоже самая цена, как и здесь. Везде. Дорого, конечно. Дорого. Ну, в Приморском крае у нас всегда все дорого будет. Дорогие. Цены очень завышены. Очень сильные, конечно. Стоимость огурцов, выращенных в Партизанском районе, варьируется от 200 до 450 рублей в торговом центре. На рынке домашние огурцы стоят около 100 рублей, а в супермаркетах, выращенной в поселке Суражевка – 209 рублей. Также на прилавках можно увидеть фрукты с похожей ценовой политикой. Абрикосы и нектарины, привезенные из Узбекистана, стоят 350 рублей. Стоимость черешни составляет 430. А манго можно купить в среднем и за 200 рублей. Ну, я считаю, все-таки на рынке это лучше, мне по качеству. В магазинах, супермаркетах как-то не очень. Там вроде все навалено, приходится очень долго выбирать. Большинство опрошенных покупателей отдают свое предпочтение овощам, приобретенным на рынке. По их словам, именно там есть возможность купить свежие домашние овощи по приятной цене. Степан Скляров, Ксения Быкова. Новости на Восьмом.